итак у нас сегодня среда 12 января 2022 года мы находимся на международном открытом турнире по спортивной карповой ловли галилейский карп 2022 сегодня был принципе четвертый день соревнований можно сказать завтра ну не последний потому что у нас соревнования заканчивается в 11 утра в пятницу день был как бы так себе хотя опять же если мы смотрим статистику по дням то статистика подтверждается как и в прошлые года то есть среда это практически пиковое значение по клеву обычно четверг результаты становится хуже мы естественно не догоним прошлый год на сейчас разница с прошлым годом по взвешиванию это в районе 300 килограмм понятное дело что при такой погоде при таком клеве 300 килограмм набрать то есть мы можем набрать 300 килограмм на завтра то уже другой день и соответственно в прошлом году четверг разница была еще больше но несмотря на этом я могу сказать что результаты все равно очень даже неплохие хотя все жалуются на клев у всех относительно плохо клюет ну кроме нескольких секторов про которые мы уже знаем мы сейчас вам я вам поставлю таблицу для тех кто ее не видел вот по таблице у нас как бы борьба за первое место как и вчера так она и сегодня продолжается разница между вторым и первым местом фактически 8 килограмм при среднем весе в полтора килограмма где-то 56 рыб и насколько мы знаем там почему-то клев приостановился сегодня рыба давали меньше с утра по крайней чем в это было вчера ну то другие команды начали более активно ловить тот же помпе который вышел на третье место внезапно а сейчас мы знаем что есть и она в принципе даруял карпс его big fish им который побег предыдущий побил предыдущий big fish вышел как бы на 16 место хотя крупная рыба вот амнун который в общем-то молчал порадовал можно сказать сегодня все таки я сегодня был был клев я сегодня был как раз я делал дел эфиры с саму на я был и убег карпа и у лидера и у вас и и при мне у всех были поклевки причем по их словам поклевки были достаточно неожиданное ну как бы не в то время которое они предполагали исходя из опыта предыдущих дней получилось что у них там как бы они считали что у них рыба основу ночная вечерняя и утренняя внутренняя имеется то там до девяти утра а я у них был практически уже после десяти и при этом клевала сочно активно те же и карпы при мне не помню то ли 3 то ли ну как бы я не виду что зачетных то ли три то ли две рыбы взяли то же самое было у вас и у них была поклевка ну правда у лидеров при мне рыбы не было но судя по таблице все-таки рыба у них есть они пока на пятом месте вот все команды естественно от нуля ушли давно на самый печальный результат это у наших пиратов на шизафе непонятно почему принципе как бы шизаф достаточно неплохо ловит можно посмотреть он 7 8 сектор на шизафе неплохо отловились чему-то 11 9 извините что 7 это 7 8 это место хукок как-то яренько я бы сказал в общем то они ловят но конечно это не тот результат который мы предполагали от этого пляжа к сожалению этот пляж судя по всему игорев чернов привет этот пляж не оправдал наших надежд мы взяли его в первый раз и там люди довольно неплохо отлавливаются насколько я понимаю все там очень сильно зависит от направления ветра и волны при отсутствии ветра и волны там клев фаршивый ну завтра у нас еще один день завтра погода меняется опять завтра начинаются дожди дождь это шанс для некоторых секторов показать больше результативность кроме амнуна также я сегодня прошелся и успел еще сделать два эфира из команды карпро и команды брадекс при этом в это же время когда я делаю фиротка с команды брадекс приехал журналист 24 канала которые снимали сюжет для заграницы сказали то есть он будет транслироваться во франции он будет транслироваться там италии в англии посмотрим он пообещал естественно после выхода его сюжета в эфир послать мне на него ссылку скорее всего этот сюжет будет на английском и на французском судьи пашут как говорится приходят вечером уставшие хотя это не так как было в прошлом году на все но есть что взвешивать и большие расстояния хочется преодолевать поэтому нас получается очень большие задержки с протоколами и как мы не пытаемся объяснить людям что извините как мы делали на одном пляже вот на том же дуге посадили бы все 20 команд здесь в рядочек по 20 метров сектор в расседании тогда бы протоколы у нас были очень быстро в 9 судьи вышли дома ним уже полагинства закончили взвешивать эту зону из тут же уже в 11 были бы протокол это как судьи скажем с утра возвращаются влаги в районе часа дня так как это вы хотите что вышли протоколы это что они называются нас утренние ну это так это протоколы утреннего взвешивать то же самое с вечерними протоколами судьи выезжают они так мы уже просто подумали что приезжать пол пятого например когда команды и там 4 когда команда еще кормят смысла нет судьи сильно отвлекают и команды очень сильно злятся поэтому судьи специально приезжают уже после вечернего кормления ну считайте 5 часов они приезжают них занимают среднем около трех часов взвесить весь кинеры то есть кто-то кита берега делается быстрее какие-то берега медленнее но в целом это где-то плюс-минус три часа то есть в только в районе восьми там пол восьмого восьми вечера протоколы с мест попадают судейский лайк ну ребят когда вы хотите чтобы они вышли на даже все данные внести а если у тебя в списке скажем одной команды 13-15 рыб это нужно 13-15 строк внести в базу данных проверить что все правильно внесено потом следующая команда то есть даже сама просто внесение данных протокол занимает дофига времени а потом это нужно еще проверить ну короче извините у нас нет возможности взвешивать рыбу тут же как только она была поймана у нас нет такого количества судей чтобы они стояли в каждом секторе взвешивая моментально всю рыбу и тут же отправляли через интернет информацию в судейский лагерь пока еще есть как лица простите будем исправляться будем искать больше судей хотя больше людей это больше расходов надо опять же кормить а кушать они любят вот жарко было сегодня ужасно днем то есть я смотрел по прогнозам вроде как обещали что сегодня будет прохладней днем фишки я приехал на амну утром как холодно до ночью есть плюс 6 плюс 8 соответственно когда утром выходишь ты не можешь выйти в футболке я в тепленьких штаниках поехал не фонтан скажу вам ходить в такой одежде когда на улице не знаю там плюс 25 раз но по крайней команды все довольны в том плане что не пришлось мокнуть и все соревнования команды недовольны уловами некоторые команды очень недовольны секторами команда карпро у которой я был высказали это в прямом эфире о том что дугит вообще брать нельзя как пляж он не подходит все мои попытки объяснить ребятам о том что сам по себе пляж ничего не значит большому счету сам по себе пляж это кусок земли с песком а начинают все играть свою роль это уровень воды это температура воздуха это температура воды это давление так далее ну и соответственно прямые руки растущие из нужного места у команды если извините команда который не умеет забрасывать и забрасывает максимум на 130 метров попадает сектор где нужно ловить на 150 так почему вы считаете что виноват организатор как бы вот смешно дата чтобы мы приехали на чемпионат мира и предъявили претензии профессору мать йоли почему нам выпал сектор в котором нужно бросать на 150 метров а у нас нет ни одного спортсмена умеет это делать над нами прозвало посмеялись мне кажется ну короче короче вот такая вот ситуация меня сказала румынам что у меня нет никаких проблем в следующем году пригласить их специально в бригаду по разбивке секторов пусть они пройдутся ножками и предложат мне другой вариант чем я опять же я ему сказал что все прекрасно отрицать и я хорошо умею а дельные предложения то есть окей мы выбрасываем пляж на котором часто и 7 секторов дальше что где мы берем эти стены не ладно он говорил про дугит 4 сектора где мы берем 4 сектора как бы но склад я не знаю я сказал прекрасно хороший ответ ты начали предложить замену а потом уже говорит что убирать ну ладно фиг с ним они там были чуть-чуть под шофе можно их просить тем более что флорингом один из это уже достаточно знакомых нам карпятников который выступал в прошлом и они даже занимали второе место на пляже лавну он все время пытался успокоить этого своего василия и меня говорил конкретно столько не набежайся пожалуйста видишь он очень сильно переживает потому что там получается проблема что у них команде три человека из которых бросать умеет только один да он здоровый как бы все хорошо молодой но все равно согласитесь что очень тяжело одному человеку пять суток а приходится скорее всего ему и кормить потому что ну смысл кормить на 110 метровых если ты кидаешь на 160 пример поэтому он очень уставшего задерганный нервный врач и руме вот завтра я очень надеюсь что я успею закончить все что есть у нас на этом пляже медуэфир и сделать из оставшихся сколько у меня здесь было семь из оставшихся пяти секторов и успею это сделать до дождя очень хочу в это верить потому что будет очень некрасиво если кого-то я обойду люди будут естественно потом не поговорить всех обошел до нас не дошел на же такое было то есть раньше я не делал эфир но я просто обходил команды просто пяти поздороваться с ребятами сказать привет и не знаю там пожать руку пообщаться как бы людям очень приятно когда все-таки представители какие-то администрации заходят в сектор не по делам там весит рыбу а просто как человек пообщаться и были такие ситуации когда вот именно когда мы делали два берега плюс плохая погода и я например не успевал попасть на какой-то из берегов мы потом естественно я выслушал после соревнований приватные беседы что-то было очень красиво люди сильно обиделись они тебя ждали они знали что ты был там ты был там от к ним ты не дошел ну извините бывают и такие ситуации у нас тоже все в остальном все хорошо никаких претензий никому у нас нет ни к пляжам ни к руководству пляжей то есть все как бы все работают все нам помогают надеюсь что так она будет и дальше ловить ловить еще разловить как говорится осталось в общем то сегодняшняя ночь завтрашний день ночи трогана пятницу и утро пятницы как бы время еще есть изменить таблицу но тебя там очень бы хотелось чтобы мы все таки тонну сделали не так много осталось 300 килограмм есть шанс 7 день в среднем делаем 250 280 килограмм как это было сегодня но есть шанс еще все-таки 300 килограмм взять и тогда мы делаем тонну и считать что турниру удался я думаю с нами согласятся те команды которые находятся в конце списка в общем то все погода и сейчас небо безоблачное видно звезды опять же холодает но это как бы каждый день ночи достаточно холодно я честно говоря не завидую судя в палатках все таки я в домике у меня есть теплее чем у них при хорошем спальнике я думаю это тоже не такая большая проблема я по-любому открываю окна ночью на чему что задохнуть я хочу сказать огромное спасибо саша за диниру который просто такие блюда готовит что я не знаю насколько килограмм поправиться судьи концу этого турнира реально ребят просто такой сервис и такая еда очень классно мы вообще как бы суде классная тут народ такой собрался это коллектив уже почти как семья едины никаких споров никаких разногласий моя сказала ты едешь туда ты едешь туда все есть товарищ майор все поехали по своим местам как бы ну просто очень отлаженная система работает прекрасно это уже получается это второй год и фактически этот же самый коллектив это наверное очень хорошо когда у тебя есть группа судей которые уже прошли не один турнир у них опыт за спиной ты знаешь прекрасно что можно не полагаться на сто процентов потому что они не сделают никаких ошибок и все будет хорошо и красиво как бы новые судьи которым как новая не сильно новая карпа в рыбалке более более новые очень быстро осваивают эту тему это же замечательном самостоятельном ходят на взвешивание было нас правда одна претензия сегодня потому что была одна из команд которая сидит рядом те же сам пункт румыны которые поймали рыбу которая у них показывала пока она была пограничником на их весах и они в истерике там позвонили судейский лагерь и сказали что вот рыба пограничники если она пролежит целый день нишке то она явно станет меньше чем килограмм но так как судьи были в лагере и особо одни не было напряга то что моя пошла их взвесила после этого получили претензии у соседней команды команды радость то что это очень несправедливо потому что у них тоже очень много таких ситуаций когда у них ловится рыба пограничник но они при этом суде не вызывают они просто смотрят что если рыба действительно пограничник и они знают что пролежав там пять шесть часов в воде на скорее всего потерять 50 грамм как минимум и вряд ли будет килограммовый они просто не выпускают никого не дергая принимая это как должное как что тут сделаешь поэтому они выдвинули претензию мы претензию это обсудили были решение что выезжать судьи будут только в том случае если реально есть big fish поймана карп который перебивает вес предыдущего big fish а но если рыба 8 килограмм то тут таких разговоров нет судей выезжает по любому ну либо если будет ураган как это было в прошлом году и будет вдруг станет бешеный клёв и команда не смогут эту рыбу хранить воде потому что я буду выбрасывать волны на берег это досуде тоже готовы ездить и внеурочное время и даже не спать ну пока такой проблемы к счастью нет то есть не планишь его клевого нет это хорошо нет клевого нет это плохо но в том плане что нет таких условий при которых рыба подвергается риску кстати вот тоже еще один момент мне сказали команда брата что как-то нам нужно то ли провести какой-то курс молодого карпятника вот таким командам как карпро потому что они не умеют обращаться с рыбой то есть как бы то что было зафиксировано ребятами что рыбу карпа вытаскивали просто по песку да я потом положили в мат все замечательно потом и положили в мешок в эту рыбу просто тупо волокли по песку и это было очень больно глядеть на это но как бы команда хорошая не стали подавать официальных протестов там фотографировать снимать видео но сказали что осадочек остался и надо как бы с ребятами поговорить что так делать не надо даже если это не карп например то все равно не надо уволокить его по песку пинать ногами и тыкать пальцами в глаза рыба если она возвращается в водоема не идет сковородку она не виновата она поймалась поэтому она даже вернуться обратно такой же как она была желать вот завтра как я сказал с утра я пойдусь по цейлону и южной части дугит меня на дугит осталось два сектора ну и на цейлоне 43 поэтому до обеда я постараюсь быстренько сделать их соответственно опять же стрим сегодня вышел с опозданием понимаете в чем проблема дело в том что но все-таки хочется поужинать а учитывая что саша он подгадывает ужин к времени когда заканчиваются все взвешивания и протоколы выставляются очень сильно этот ужин зависит именно время начала зависит от того когда будет выставлен протокол и это может быть как 8 вечера так это может быть и в 9 вечера даже позже сегодня это произошло 9 15 или 20 прекрасно понимаете чтобы выйти в 10 в эфир не нужно хотя бы 15 минут на подготовку здесь потому что то что вы видите за моей спиной это естественно не флаги сарфиш висит это зеленый экран который проецируется этот флаг для того чтобы это было выглядело как флаг этот экран надо еще повесить это тоже занимает время плюс надо настроить микрофон плюс настроить установки самой трансляции так что это занимает как минимум 15 минут и получается что у меня на еду остается 10-15 минут а за 15 минут добиться это как в армии не люблю такой скоростью поглощать пищу и не кофе попить ничего ладно это я так жалуюсь просто значит тогда мы увидимся уже завтра в эфирах тех кто будет с ним следить или смотреть записи эфиры а да еще один из новостей как бы новостей в одной из команд один из участников приболел и был вынужден сняться соревнований мы все плохо чувствовал и команда как бы по разрешению судейской коллеги заменила его другим участником который был в них на скамье запасных и в еще еще в одной команде один из участников я так понимаю себя плохо почувствовал и пока не может принимать активное участие в процессе рыбалки так что там команда осталась двумя участниками ну что делать не все в состоянии выдержать такой темп и ритм ну то есть люди особенно которые первый раз приезжают на галейский карп и не знаю что это себя представляет люди которые привыкли участвовать трехдневных турнирах стандартных там 72 часа не всегда не выдерживают это у нас это было прошло много раз когда участники и даже целые команды снимались там на четвертый день особенно если был очень плохой клёв или у них не получалось сектор распечатать опускались руки и у них них не уже нет сил они хотят спать а еще впереди два дня команда сообщала нам о том что они все заболели и срочно едут домой лечиться ну ладно естественно наш спорт тоже не всем подходит может быть людям больше подходит короткие турниры типа блица и в турнир папа мама я вот галиле это реальная проверка как бы на вшивость и все-таки просидеть 125 часов на берегу ребята это не так легко кажется со стороны посмотреть ну чё там такой сидят в палатке как и сказали мне львы мы спали за трое суток на твоих девять часов я их прекрасно понимаю потому что особенно когда у тебя ночью здесь бывает часто что ночью приходят косяки усача который прекрасно клюет на карповые наживки и вот всю ночь это зараза каждые полчаса каждый час у тебя один-два усача виснет естественно выспаться просто не хочет этих усачей просто мелко нашинковать вот а днем у тебя начинает клевать карпы сам днем тоже поспать не дается посменно я так понимаю в теории очень хорошо но когда человек перевозбужденным очень тяжело снуть тогда когда ему говорят иди спать вот ну зато потом в течение года классно вспоминать эти тяготы а ты помнишь как там было ты помнишь как я упал в воду ты помнишь это тоже как бы такой опыт и воспоминания которые очень греет душу в течение года до следующего турнира как-то так спасибо всем вам кто следит за нами спасибо всех кто болеет в наших ребят поддерживать ставят лайки там распространяют наши сообщения и видео командам очень важно чтобы были лайк поддержка со стороны чтобы за ними кто-то следил потому что уж понимаете как на миру и смерть красна а то есть когда ты знаешь что с тобой следят на тебя смотрят то тебе хочется стать выше красивше сильнее и так далее вот да игореш привет мы передаем сегодня когда у меня был эфир и сектора big carp то на эфире были озеро ульяники в котором у них очень теплые отношения там сашки передавали кучу приветов в эфире всем было очень приятно и статьям скажу я пойму что вы не знаете когда я выйду но следите на всякий случай если вдруг вы видите что я выхожу в эфир из команды которую вы любите то заходите в эфир заходите в чат пишите им всякие приятные вещи я тут же зачитываю и командам это реально приятно поэтому все давайте заканчивать у меня сейчас будет эфир на иврите присутствующих тупо кто понимает могут идти туда не там ничего особо другого не будет естественно будет та же информация поэтому до завтра вы можете отдыхать а командам отдыхать никогда командам надо продолжать работать вот еще раз всем спасибо и до скорых встреч